Игорь Григорьев несколько дней назад расстался с Клавой Безверховой после того, как узнал о её встрече с бывшим парнем за периметром. Я не вижу её больше, мачусь с своими детей, женой. У меня сейчас не только раздражение, я не могу её видеть вообще, мне она противна. Несмотря на сильную обиду, Игорь не смог устоять перед Клавой, и ребята снова сблизились. Продолжим готовить курятину. Всё, курочку поймал. Вчера Игорь улетел в своей семье отдохнуть от проекта. Клава сильно переживала, ведь родственники не в восторге от выбора Игоря и могли настроить его против неё. Опасения Клавы оказались не напрасны, потому что сегодня Игорь отказался выходить с ней на связь. А одинокие девушки проекта сегодня устроили бунт и высказали парням свои претензии. Их не устраивает, что молодые люди разучились красиво ухаживать и предпочитают проводить свободное время в спортзале или переписываясь с поклонницами за периметром. Девушки выдвинули ультиматум и готовы голосовать против тех, кто не будет строить любовь на проекте. Все одиночки нашего проекта хотят любить и быть любимыми, но, к сожалению, не у всех получается. Почему? Узнаем с Нелли Эрмалаевой. Спасибо большое. Так, ну что, сегодня фактически возникла война полов. С утра на Доме-2. Девочки и одиночки говорят, парни, где ухаживание за нами? Примерно то же самое говорят и парни. Можете подразвить эту мысль? Кто начнёт? Реально, последние парни, которые приходят на проект, они не хотят ничего делать. Они сидят в телефонах, они не проявляют внимания к девушкам. Они ещё приходят на проект и выбирают там, из кого бы выбрать. И не ухаживают за девушками. Поэтому мы сегодня решили решить эту проблему. Наши мнения разделились. И мы походили по ребятам, выясняли, будут ли они меняться или всё-таки не будут. Выяснили, вот, к примеру, я выяснила, что Лёша Бетус сказал, пока я нахожусь на проекте. Он вообще не будет ничего делать, никак проявляться к девушкам. Что когда я уйду или покажу здесь свою историю, тогда Лёша начнёт что-то делать. Сему вину я. А также разговаривали с Андреем. Андрей сказал, ждёт девушку, он готов что-то делать. С игра нам понятна и так. У них там всё хорошо. С Димой общалась, увы, не я. То есть правильно я понимаю, что все парни вместо того, чтобы ухаживать за девчонками, каждый погряз в своём девайсе. Да. Хорошо. Парни, есть что сказать, да, Тигран? Слушай, ну я не соглашусь. С Кеннели вот пришёл новенький, он ждал Элину, сделал романтик ей, ухаживает. Сегодня какие-то движения, хочет позвать её в ресторан. Я так понимаю, что той же Элине этого мало. Ну просто не её типаж, вот и всё. Он молод и не её типаж. То есть у Димы нет шансов? Моё мнение, да. Дим, это так? Ты Элине не нужен, ты это тоже чувствуешь, и поэтому не знаешь, что делать. Почему ничего не чувствую? Я же вижу тоже обратную связь какую-то. Какую? Ну вот, условно, даже мелочи, вот эта вот забота. Там лекарство привезла, там покушать сделала. Я точно могу сказать, что между нами нет сейчас такого, чтобы общение шло от души. Почему-то нет в течение дня вот этой волны, чтобы узнавать друг друга, чтобы что-то интересоваться. Вот об этом мы и говорим, Дим. А что ты делаешь, чтобы её узнать? Вот конкретно ты. Не она таблетку, тарелку тебе, а именно ты. Я с ним пообщаюсь сегодня, завтра, послезавтра. И там я уже сделал выводы, уже скажу. Может пойти с обратного, я не знаю, задать, например, Диме такой вопрос. Дима, а что не так? Вот ты просто как-то обижаешься, в какие-то моменты не хочешь со мной даже разговаривать. Вчера действительно, он правда сейчас говорит, я считаю, что я забочусь о нём больше, чем он обо мне. Вчера приготовил покушать, мне просто плюнули, сказали, я есть это не буду. А почему так? Вот у меня тоже вопросы, на что-то обиделся, возможно, не знаю. Ну можно же как-то по-другому это поднимать? Я сказал, просто не хочу. Смотрите, желудок болел, а потом уезжает с Андреем за периметр, записывает кружочек и говорит, девушки, нас в периметре не кормят, приходится выезжать. Ну мне неприятно, например, это слышать. В смысле не кормить? Я тебя приготовила покушать? Я сегодня у человека поинтересовался, что ему нравится, что он хочет. Сделал, у себя в голове всё отложил, я ещё буду делать просто это и всё. Что ты отложил, что узнал конкретно? Ну вот в зоопарк мы поедем. Когда? Ну сейчас дожди закончатся, ну где-то через дня два. Когда закончатся дожди? Ну а что я сделаю сейчас дожди? Понимаешь, у тебя всегда какая-то причина. То дождь, то желудок болит, то ты только проснулся, не понимаешь ничего. Это я говорю как есть. Пока дожди не закончатся, любви не жди. Под конец лета где-нибудь мы там встретимся. Хорошо, я поняла. Тигран, давай идём дальше, про Андрея ты начал. Андрей пришёл и вроде как бы ничего не делал, но он сразу закрутил вокруг себя девчонок с Катей. Что значит закрутил, подожди. Ну сразу начали говорить. Он влюбил в себя Катю, правильно? И при этом всем трезвонил, что к нему в понедельник идёт девушка. Да, были какие-то недопонимания, но вроде вывели его на чистую воду, он объяснился. И вроде как поклонницы у него писали, но он так целенаправленно никого не ждёт. Но я вижу по нему, что он коммуницирует с девчонками. Может быть он не делает там каких-то романтиков, но вот эта химия происходит у него. Согласен. Вот что, например, не хватает у Димы, да? Он вроде там что-то делает, но нет у него тактильности, нету вот этого вот вайпа, нету лёгкости, нету касания. Знаешь, когда вот люди хотят быть друг с другом, они в принципе сидят, кайфуют вдвоём. И они ничего не делают. И уже круто. Вот этого у Димы нет. Андрюха делает что-то. Ну что он делает? Он сделал массаж вот Катюхе, а потом её бросил. Расскажи, что происходит. Я проявляю внимание к девушкам, конечно, я ознакомлюсь с ними. Каким? Вот давай, по факту. Что по факту? Как минимум разговоры, я всегда подхожу первым, задаю вопросы, интересуюсь, что было в жизни. Слушай, да все задают вопросы. Он Лёха Безус тоже приходит и задает вопросы. Да, 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 да. Мне с ним комфортно общаться всё время. Мы когда просыпаемся, он всё время задаёт вопрос, как спалось. И вообще он даже предлагает всё время инициативу вместе, допустим, приготовить завтрак. То есть даже в дружеской ноте. Довольно-таки общительный парень, интересный. Поэтому у него всегда такая лёгкость в нём есть. Это замечательно. Есть лёгкость. Да, это сто процентов. Мне кажется, парням исключительно не хватает не только вопросов, чтобы они для себя тоже могли девочек раскрывать с разных сторон. Не спешить с выводами, потому что девочки у нас на проекте, они готовы подождать и ещё понаблюдать, не торопиться с выводами. А, ну это я понимаю, к чему ты говоришь. Не спешить с выводами. Допустим, Димка. Да, вообще хороший парень. Я вот посмотрела, у него, правда, есть какие-то жизненные ценности, принципы. И зачем-то вот он, наверное, как будто бы немного Линка напугала, и он сидит всё-таки наблюдать. А, то есть и Линка виновата, в принципе, то, что он не проявляется. Да нет, я думаю, тропкий парень не будет бояться. Мне кажется, Димке стоит наоборот. Реально не ждать двух дней, чтобы отвезти её куда-то в зоопарк. У тебя очень много пространства, поля возможностей. Дим, вези сейчас Катьку в дождь. Понимаешь, она готова просто. Под зонтом, без зонта, в зоопарк или в другое место. Ты приглашаешь сейчас? Сейчас никого ничего не приглашают. Да мне кажется, вот на самом деле не в зоопарке дело. Да нет, да. Правильно сказал Тигран? Понимаете, я так разговариваю. Я вот так хочу сделать. Я просто не знаю, может, это что-то непривычно может быть. Я, может, где-то растерялся, это нормально. Я говорю же, я девочку ждал, я её увидел. Здесь у меня есть какая-то растерянность. Правда, вот если вы приходите на проект, хочется сказать, ну, не то что, опять же, не переключайте внимание на мою историю. Мы почти в равнозначных каких-то условиях, и у нас у каждого должен быть интерес. Может быть, вы где-то что-то там не разглядели, там. В общем, ну, конечно, конечно. Но не в этом смысле. Андрюх, может, ты что-то не разглядел всё-таки? Безусловно, я строю свою жизнь. Я вправе выбирать, что и с кем, как мне общаться. Это всё понятно. От того, что на меня накидываются, ну, блин, на себя нужно смотреть всегда. Элинка надела с утра платьишко. Я там периодически тоже как бы выхожу, там, кошечка такая. На днях у нас Лиза Суботина вышла в таком платье, откровенном. Просто как бы мужчины, как бы... Нет, они в девайсах сидят, Лёша, никаких неизведаний, ничего. Где поступки мужские? И спрашивают, где вот эта женщина, они всё равно заинтересованы. Девушки, правда, как минимум хотят. Вот Элинка готова к семье, я готова к семье. Хорошо, я услышала, я прям слышу от девчонок, от мужчин, такое прям недовольство. Я пришла сегодня не просто так, а с предложением к вам. Достаем все телефоны прямо сейчас. О май гад! Да, Катюш, давай, давай, да, да, Андрей, давайте все достаем свои девайсы. А не нужно сейчас ничего удалять, выключать, всё поздно. И Безус отдаёт телефон Кеннели, Кеннели отдаёт телефон Лёше Безусу. Я не буду отдавать свои телефоны. Андрей Горину отдаёт телефон, Горина Андрею отдаёт телефон и так далее, друзья. Все должны поменяться телефонами. Поехали. Я не буду отдавать свои телефоны. Хотите, что хотите делать. А почему? А вариантов нет, Кеннели. Нет, я не могу, нет. Ну смотри, Безус подошёл, значит, ему нечего скрывать. Нет, я не могу, я могу ему дать свой телефон. Кеннели, мы передаём телефоны, это обязательное условие. Я не буду в этом. Будешь? Будешь? Все участники отдают телефоны, это сделали. И ты такой же участник, как и все. Илья, ну у тебя чей телефон? Тиграна. Что ты там наблюдаешь? Читаю переписку с Игорем. Так, и что? Там переписка с Игорем. Что пишет Игорь? Давай посмотрим. Они почему-то, такая переписка у них милая, шлют сердечки друг другу, пишут «Добрые ночи», приходи ко мне в третий фон. Ну, Тигран, видишь, исправился. Что там ещё? Ну вот ищу что-то интересненькое, друзей тут мало, почему-то ни с кем от Тиграна не переписывается. Друзей у Тиграна мало. У кого телефон Андрея? Что там? Девчонка прислала иммуниции свои. У меня много такого. Слушайте, на самом деле просто девочки тянутся к Андрею, они правда им очарованы, они предлагают ему непристойные вещи. Он магнит для женщин. Он отвечает? Ну, как-то, ну так просто какие-то... Смотри, Кать. Смайлики такие. Вот мы с тобой поняли. Вот узкое место его. Может быть, имеет смысл вот такие фотографии отправить Андрею? Может, он посмотрит на тебя другими глазами? Может быть. Вот видишь, он сомневается. Нет, честно сказать, он как бы не врал. Девчонки правда ему пишут, они выражают симпатию. Ну, ничего такого. В принципе, он просто там им подмигивает и просто улыбочки шлет. Ну, пользуется спросом мальчик. Мужчина, прошу прощения. Спасибо тебе. Угу, хорошо. За искренность. Роман с охранником нашего проекта. Ну, нравятся рабочие мужики, которые работают. Игорь Григорьев, который уехал к маме и к бабушке, сел дома перед телевизором и посмотрел эфиры. Переживаю, как будто данного всю эту ситуацию. Не хочу на эмоции личного наговорить. Разными способами можно почистить квартиру? Короче, я каждый день хожу и вычищаю. Да, скидывают нюцию. Да, я посмотрел, смайлик отправил, все как бы. Алина забоялась телефон давать. А почему она мне его не давала? У меня Екатерина телефон. Андрей, у тебя телефон, получается, Катя Горина. Давай, ты теперь. Набьешь татуировку. Она хочет набить татуировку? Нет, у нее спрашивают, набьешь мне татуировку? Ты умеешь набивать татуировки? Да, учусь. У нее нету здесь ничего провокационного. Вот я не вижу, есть много девочек. Ну что, никаких поклонников нету, что ли? Есть девочки, с которыми общаются. Так, ладно, понятно. Тигран, давай про Элину. Вот очень интересно. Элиночка общается со своим дальним фанатом. С Гуа? Давним фанатом. Это охранник нашего. Серьезно? Ты все с ним ведешь переписку? Он очень любит Элиночку. Ну это-то понятно. Я в шоке, что они общаются. Элин, ты до сих пор с ним общаешься? У меня нету на работе, буду только 28 часов. А что она отправляет ему, скажи? Какие-то фотографии, да? Номер такси, хорошо я поняла. Элинка, пивко не забудь. Это с ним, да? Это Леха охранник, да? Так, что еще? Слушай, тут еще номер какой-то иностранный на английском. Я не знаю, кто это. Она даже не отвечает. Это с Гуа, наверное, кто-то. Да. Так, вот смотри, еще переписка есть. Так у тебя роман с охранником нашего проекта, что ли? Вы пивко там попиваете, да? Возле забора. Так, давайте, наверное, интересно будет прочитать. Тот самый легендарный Алексей. Дима, Дима. Дима Кутузов. Да хватит. Булка, через сколько придешь? Это кто спрашивает, она у него? Дима Кутузов спрашивает, она через 10 минут. Давай ждем, а то жесть. Тут еще, короче, она его на-на посылала. Я еще раз говорю, Элина, после такого иди... Понятно, если у нее Алексей охранник, я вообще не до этого просто. Иди, после такого иди, на. Элин, смотри. То у тебя режиссер Адамчук, то у тебя Алексей охранник. Вот именно из персонала ты клеишь кого-то, Элин. Ну, нравятся рабочие мужики, которые работают. Я, если честно, чуть-чуть в недоумении просто. У нас очень рабочая переписка. Когда мне куда-то нужно выехать, я, конечно, пишу на Алексея. Алексею. Неси свои булки, да, через 10 минут буду. Это не Алексей, это Дима писал. А, это Дима писал. А вот сейчас мы как раз эти диалоги и посмотрим, что там. Ох уж моя любопытность. Но ничего личного, правда. Ну, рассказывай, да. Я сильно-то здесь ничего не искала. Вот первое, что мне попалось, какая-то девочка пишет, есть симпатия на проекте? Я на полном серьезе. Ты мне понравился, хотела бы прийти на проект к тебе. Ты пишешь, приходи. Понедельник заход. У тебя тутки. Парарам-пам в журнале. А я что скажу? Я говорю, у меня сразу это вот... Подожди! Я тогда вообще не могу ничего понять. То есть у нее охранник Алексей, у тебя какая-то девушка за периметром. Что вообще мы делаем тогда вместе? Я не понимаю. Чего плохого я сказал? Вот мне пишут, да, вот. Вот смотрите, я вам объясню. Вот мне пишут, да, я хочу прийти на проект, да. Вот мне прям пишут много. Я говорю, хочешь, приходи. Слушай, тебе пишут именно к тебе, что хотят прийти. Мне без разницы, я же уже обозначился здесь. Я так не понимаю вообще твою разницу. Тебе без разницы вообще все. Зачем тогда ты ухаживаешь за Элиной, проявляешься как-то? Ну вот, я же к ней пришел, правильно, но я не знаю, зачем люди пишут. Я говорю, хотите, приходите, все просто. Я здесь при чем? Ну это обходной путь, понимаешь? Да, какой обходной путь, я сказал. В том-то и дело. Может быть, Элина как раз-таки и чувствует эту неискренность от тебя. Потому что тебе, в общем-то, все равно. И не холодно, и не горячо, понимаешь? У нас сегодня на лобном месте находится эксперт Светлана, вы эксперт по семейным отношениям. Да, совершенно верно. Вот скажите, пожалуйста, Светлан, вот подобная ситуация, давайте возьмем даже пару. Элина и Дима. Давайте представим так гипотетически, что пара, да? Вот что вы можете им посоветовать? Абсолютно два разных человека. Дима, у него, знаете, у него все на амбиции. Ну не получится, я уйду. Ну, Элинка, если что, ну ладно, ну приходи. То есть, скажем так, у Дмитрия нету заинтересованности к Элине. У него нету чувств. Для него это какая-то некая вот игра. Понимаете? Ну да, ну нет, ну я вот такой смелый, дерзкий, у меня все получится. Все. То есть тут чувств абсолютно нет. Поэтому как пару, я их не вижу. Я вот смотрю Кеннели, она просто вот этими длинными ногтями по клавише что-то бьет и очень сильно нервничает. Ты уже за Леху отвечаешь кому-то? Или пишешь на свой телефон, Леша, умоляю, только не читай это. Нет, 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 я читаю переписку Таня невеста. Это Репина? Ну да. С кем еще переписка? Ну тут очень много всего, я еще совсем не знакомилась. Типа Игорь Григорьев, Братанов, холодильники, рыба. Кеннели просит у Андрея Черкасова сегодня в 4 часа дня закрыть меня и бежать в изоляторе. Так, интересно, Кеннели, а для чего? Ты же кричала, что этого человека нужно выгнать с проекта. И тут я хочу в изолятор любви с Безусом. В изоляторе любви нет, это было чуть-чуть не так. Смышь, посидеть. Подожди, как не так? Леша Безус прочитал. Черным по белому написано, закройте нас в изоляторе. Это было так, что вот я хочу, чтобы он извинился, чтобы мы поговорили с ним, пообщались. То есть закрыть его? Да, чтобы он понял, что я реально извинился. Кеннели, подожди, стоп. Не засмеивай всю эту историю. Не засмеиваю. Подожди, мы закрываем людей на сутки в изолятор любви для чего? Чтобы они нашли общий язык и больше не ругались. Ну это просто высасывание темы из пальцев, поэтому опять вот это говно месить ее, там, оскорбления слушать и, типа, смотреть мою точку кипения не очень. Второй вариант, Вячеслав Клуб. Фотографии с поцелуями. Ты, Саша Черно, Вячеслав. Зовет сюда, прекрасный, по-моему, шанс, по-моему, с ним отношения. Нет, он просто фотографировался со мной и все. Почистит. Зачем целовать его? Ну, поцеловала в щечку. Ну ладно, ну и все. Короче, вот такая ситуация. То есть какой-то парень присылает фотографии, где они с поцелуем, да? С Кеннели? Да, он прислал, как они... Как там парень выглядит? Это подписчик, это подписчик. Душа, ну ты что, со всеми подписчиками целуешься? Я не сломалась. Такой мужественный, взрослый, лысый. Ну просто зовет всех парней на проекты, ну в принципе, о чем прямо говорит. У меня просьба к вам. Давайте уже перестанем искать третьих лиц на стороне. Ладно, идемте дальше. Сегодня случилось страшное. Игорь Григорьев, который уехал к маме и к бабушке, сел дома перед телевизором и посмотрел эфиры, которые прожил, но еще не видел. И по второму кругу пошла обида. Сегодня Игорь говорит о том, что, возможно, схождение склавает поспешное решение. Я предлагаю подключить сейчас Игоря по видеосвязи, пусть он сам все нам разъяснит. Игорь, привет! Здравствуйте! У тебя там целая банда, группа поддержки. Итак, сегодня Игорь вышел со своей группой поддержки на видеосвязь. Это мама и брат, здравствуйте! Ты посмотрел эфиры, и тебе... Слушай, я знал, что так будет. Мало приятного. Эфиры меня догоняют. Я не успел прилететь в Новосибирск, как увидел эфиры, все увидел со стороны. И, конечно, не могу быть равнодушным. И поэтому общение сейчас наше там с клавой не то, чтобы она там на паузе или что-то еще просто... Ну, переживая как будто заново всю эту ситуацию, не хочу на эмоции, на личного наговорить и по кругу проходить тоже ситуацию. Игорь, а что нового ты увидел, узнал? Вы вроде бы все решили уже. Ну, я говорил, что у меня состояние внутри нестабильное. Меня качает из стороны в сторону. Вот, посмотрел на все это со стороны и снова начали разные места гонять. Ну, можно так постоянно смотреть, понимаешь, какие-то эфиры вспоминать и постоянно ругаться. Но вы же уже все вроде решили, ты уже простил ее. Я, смотрите, я не пишу ничего лишнего, не ругаюсь именно поэтому. То есть я... Вот сейчас мое состояние и общение с клавой, оно, естественно, моему состоянию внутри. Я думаю, мои близкие тоже здесь замечают, что БСАР не свой. Именно поэтому я сюда прилетел раздиться. Именно поэтому я захотел видеть своих родных, чтобы дальше работать со всем этим, что как бы прошли мы неделю назад. Непринятие ситуации, что она поехала, не позвонила, прояснила, искала встречи. То есть внутри-то во мне сидит. И я не знаю, смогу ли я это в себе убить, смогу ли я это побороть. Это действительно очень тяжело. А, то есть так даже? Я не встал. Так а что с этим делать, если в тебе будет сидеть это как заноза обиды на долгое время? Что делать с этим? Вот я хочу понять, смогу ли я забыть этот момент проработать. И если это будет постоянно, во мне сидит, я буду себя съедать изнутри. Я думаю, ничего хорошего не будет, к сожалению. Я поняла, я хочу услышать твое... Потому что мне эту ситуацию снова догоняет. Я поняла, я хочу услышать твою маму, Светлана. Что вы думаете по этому поводу? Мы вчера с Клавой переписывались. Я сказала, что в последнее время какая-то ерунда, называемая, происходит. Я очень переживаю. Не два взрослых человека, только им решать. Только им. Мы можем все что угодно советовать. Как они решат, так и будет. Но как... Сможет ли Игорь выбросить все это из головы? Я не могу дать гарантии, серьезно. Угу. Его это очень задело. Он нервный. Клав, сейчас что-то хочешь сказать, может быть, маме, Игорю? Мне сейчас вообще, в принципе, в целом его трогать не хочется. Я понимаю его состояние. Я уже... Я Игорю об этом говорила, то, что он приедет в Новосибирск, и у него будут сомнения по этому поводу, то, что я переживала... Ты из-за этого переживала, да? Да, так я же смотрела то, что будет. Вот, вот, он как бы перед выбором будет стоять таким жестким. То есть тут больше будет негативный у него момент. То есть он подумает, что ему это все не нужно, но спустя время он отойдет, и как бы отношения начнутся заново. То есть с нуля прям, заново. Я это прекрасно понимаю, поэтому в свою очередь я скажу так, то, что никаких провокационных действий делать не буду. Буду заниматься, буду следовать тому плану, которого я решила. То есть читать, медитировать, заниматься ребенком. Да и в целом, как бы показывать ему свое отношение. Ну, на этом все. Ну, просто постоянно быть в напряжении, потому что через какое-то время ему опять кто-то что-то покажет, скажет, и он себя накрутит. А что ему покажется, если это была единственная ситуация? Все, все, она закрыта. Это единственная ситуация, она закрыта, но ты видишь, он опять увидел эфир, и его опять сбудоражило. Что, неделя? Неделя прошла. Это не на один даже, не на одну неделю, на две, на три. То есть, принятное дело, что это будет сидеть все. Так сколько по времени ты будешь вот в таком напряжении и в ожидании? Сколько можно будет, столько буду. Ну, окей, не будем вас задерживать. Спасибо вам огромное, что вышли на связь. Берегите друг друга. Да, спасибо, что позвонили. Ребята, всем привет, до встречи. Привет. Клав, я знаю, что сегодня утром ты хотела съехать из комнаты даже. Ты предчувствовала что-то? Нет, смотрите, я хотела не съехать из комнаты, я хотела поменять комнату, потому что сколько бы я не чистила эту комнату, в ней очень ужасная негативная энергетика после того разгрома. Уже ничего не помогает. Ни палки, ни трава, ни свечки, вообще ничего. То есть, ты считаешь, что в этой комнате именно плохая энергетика? Ну, уже да. У ребят есть чувства. Причем они реально любят друг друга. Это видно. Глаза – это зеркало нашего сердца, нашей души. И даже то, что сейчас Игорь был на экране, я это видела. Я вижу прекрасно, как общается Клава. Я только не понимаю, почему они мучают друг друга. Сколько бы мы не слышали, например, от родственников Игоря, Игорь сам принимает решение, он выбирает все сам. Сколько бы Игорь ни говорил о том, что я принимаю решение, никого не слушаю. Но в любом случае, зная, какая там атмосфера, 100% зерно закладывают. Миллион процентов. И действительно, он туда поехал не отпустить ситуацию, она борет ее подогреть еще больше. Со стороны, как раз таки, родственников. Что бы я, наверное, сделала на Клавеном месте? Если бы действительно я люблю человека, и я понимаю, что да, ситуация не очень, да, хочется все исправить. Поехала туда? Я бы поехала туда. Смотрела эту же ситуацию, ничего хорошего из этого не выйдет. Почему? Ну, вот так карты говорят. Ну, какие карты говорят? Может быть, не стоит слушать карты, а свою душу и сердце? И расставание, и третьи лица, и все, что мы сойдемся, разойдемся. Ну, короче, я им очень больше... Не гадайте на любовь, как в песне поется, если счастлива. Я объясню сейчас свою позицию. Я бы так сделала. Да, это было бы классно, круто. Но я считаю, что мне это время нужно потратить на то, чтобы полностью разобраться в себе. Я ему дам это время выдохнуть. У нас будет возможность полететь вместе. То есть сейчас я его трогать вообще не буду. Ни писать, ни звонить, ни как-то напоминать о себе. Ни в социальных сетях, нигде, ни упоминать. Пусть он выдохнет и сам примет решение. Ну, в любом случае, это твой выбор. Как сердце подсказывает, так на самом деле и нужно, наверное, делать. Не переключайтесь. Это был телепроект «Дом-2. Новая жизнь». Разными способами можно почистить квартиру. Можно почистить благовониями, травками. В общем, как угодно. Короче, я каждый день хожу и вычищаю. Будет сейчас очень вкусно пахнуть, кстати. То, что она горит, это хорошо? Да. Это хорошо, что когда она горит, но... То есть негатива здесь нету? Какой? Нету, смотри. Оно плохо горит. Если так не держишь, вообще вот так вот. Я всегда хожу, пытаюсь почистить, вот так по кругу, читаю там свои заклинания, свечками прохожусь. Но Аура все равно не чистится. Почему? Как ты чувствуешь? Потому что мне здесь некомфортно, мне хочется отсюда убежать. Мне хочется, чтобы меня здесь не было. Мне не хочется сюда заходить. Я пытаюсь здесь проводить время, чтобы как-то понять вообще, что. Ставлю свечки, у меня все в свечах. Тут свечки, там свечки, тут свечки. Везде свечки. Но у меня нет состояния то, что я сейчас нахожусь дома. При этом, когда я была с Игорем, жила здесь, я приезжала домой и не хотела уехать из дома, потому что я думала, что наш дом будет. Дом здесь уже. А здесь уже не дом. Я думала, что это та ситуация, когда он все разнесся, какой-то негатив сюда внес, что сюда все... Я сюда зашла, это просто было что-то с чем-то. Вот это вот все зачем? А, просто мне интересно, зачем? Вот зачем это все? Такого не бывает, братан. Все нормально, бро, у нас будет. И на нашей улице будет праздник. И будет в 10 раз круче девчонки, чем эти. Я тебе так хочу сказать. Я не хотела здесь находиться. Я больше часа времени проводила у Лехи. И даже оставаться здесь не хотела. Ну, хорошо, сейчас чуму видели. Горело. Кое-как. Значит? Я тебе в целом скажу, что это очень плохая торгистика. Просто плохая. Очень. Мне, по сути, скрывать, ну... Да, мне как бы тоже есть... Ну, пишут и пишут, я о чем могу сделать. Это все понятно, просто меня даже не смотрел. Я даже его не открыл. Ничего особо криминального как бы и ты не сделал, и меня, Екатерина, не нашла. Ну, пишут, пишут, то, что я им сделаю. Запрещать буду, что ли, писать. Да, скидывают нюцы. Да, посмотрел, смайлик отправил, все как бы. Алина забоялась телефон давать. А почему она мне его не давала, просто? А что-то бы там увидел. Ну, вот охранник там, есть кто-то охранник. А что мне охранник этот? Пусть дальше охраняет. Элина Рахимова переживает больше всех, потому что мы узнали о ее тайном романе. Поэтому вы сейчас все увидите своими глазами. Ваши аплодисменты! Да! Да! Это я звезда дома? Да! Лина Рахимова, я тебе... Татарочка, ты, что ли? Семечек принесла! Хорошая моя! Семечки, давай! Давай, прыгай! А у тебя тут шаг-бам автоматический? Какая юбочка у тебя! Не могу руками поднимать! Куда? Слушай! Олег Петрович, Олег Петрович, как вы думаете, Черкасов покидает? Да! Черкасов покидает территорию, Олег Петрович. Подождет! Татарочка, ух, моя! А я говорил, самое лучшее, самое лучшее! Семечки, давай, доставай! Слушай, а что у тебя тут в журнале что-то пишешь? Что-то входит и выходит! Входит и выходит! Этот пальчик твой, а, туда себя гоняет, а, чертовка! Я люблю рабочих мужчин! Мужчины рабочие! Подождет! Это все! Это безусу, татарочка! Это все! Татарочка! И Васик захватила мне? Да! Хорошая! Лешенька! Что для тебя рабочий мужчина вы мое? Я люблю тебя! Это мой пистолет! Так, так, хорошо, татарик! Так, 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 подождет! Ах, татарочка! А я б тебя не подождал! А? Тебе повезло, что мне 50 лет! Я бы отожжег хорошенько! Мужчины! Мужчины! Ах, это все, это все! Это страсть! Это все чепуха! Это страсть! Леха, охранник, 50 лет! Здесь всех шатал где-то в свое время! Шатал и будет шатать! Татарочка! Ой, ты что делаешь? Татарочка! Посмотри! Все подождут, я сказал! Посмотри, по камерам все уехали! Все уехали, Леха! Уехали! Леха, уехали! Уехали! Прыгай! Прыгай! Ты Васик зацепила! Прыгай! Прыгай, татарочка! Прыгай! Не шатай так, татарочка! Так, охрана передает! Все ждем на своих местах! Никуда не выходим! Все, я сказал! Не сиди! Ухажай! Ну что, друзья, вы видели все своими глазами, как Элина Рахимова флиртует с охранником Лехой, поэтому скрывать здесь уже нечего! И мы счастливы! У меня она так разговаривает! Куда? Куда? Татарочка! Татарочка! А где татарочка? Элина Рахимова флиртует! Еще предстоит разобраться, что это за Алексей, что их связывает! Я думаю, что это такое дело интересное, надо во всем разобраться тщательно! Может быть, вот мужчина прям под носом, а мы долго ищем кого-то ей! Оказывается, все, рабочая сила! Что, это может мы уже давно определились? Элина Рахимова, признавайся! Я предлагаю, знаете, как играть? Мужчины против девушек! Раз у нас задалась такая сегодня тема, то мы против вас! Если девушки проиграют, то мужчины, готовьтесь, завтра мы вас будем радовать чем-то! Не думать о еде вы не будете, ни о чем думать не будете, все будет от нас! Если же будет наоборот, что девушки выиграют, то мужчины, нам хочется много свиданий! Нам хочется, чтобы мы приходили на кухню, а как будто чувствовали себя в ресторане! Чтобы еда какая-то была нереально вкусная! Нам что-то не тиска, что ли, или что? Мы очень хотим, например, в спа! Мы очень хотим, например, в спа! Чтобы мы почувствовали, что мы в спа! На ту спантазируй пока что! Хотим, чтобы просто нас каждую минуту обсыпывали комплиментами! Просто проходишь мимо, Да вы что! Проходишь мимо, говоришь, боже! А мы два раза проснулась, боже! И все! Какая ты сегодня красивая! Игорек! У меня новости, новости к тебе! Клава перенесла! Переехала в первую комнату ВИПа! Почему? Говорит, что там плохая энергетика! Ну, раз так считай, отпускай! Я думал, ты мне расскажешь, что она куда-то подселилась! Что-то ужасное сделала! Серьезное? Да я уже ничему не удивлюсь! Да? Что делать? А как его? Что, он не вытаскивается? Может, как-то занесли его сюда? Что, нету, да, вообще недоверие? Братан, ну, банальная фраза, когда ВАЗа, она разбита, да, мы ее сейчас подлатали эмоциями, сексом, всем остальным, а сейчас на расстоянии, я знал, что так будет, и она знала, я ей говорил. Эмоции и разум вот сейчас начинают бороться, но что-то мне хочется верить, что все-таки эмоции будут сильнее, и на этом фоне мы сможем потом что-то построить, выровнять, ну, я тебе радую, тяжело. Я сейчас смотрю со стороны, у меня прям вообще, я вроде с родными нахожусь, а на мне лица нет, я сейчас все вот это перевариваю, как будто второй раз, реально очень сложно. А можно мне одного парня? Можно мне одного парня? Да, да. Он справится. Нет, 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 давай кайфоша. А что? А что, правильно, дело? Нет, вы же поправили. Должны. Ну, это по вашим правилам играем. Его уж как-то сюда занесли. Смотри, его занесли сюда вот так. Как, подожди. Давай, Стива. Ну что, Стива. Да нет, что же это? Как его занесли сюда? Вот так. О, что такое? А, воскнул. Стой, смотри. Ну, логично. Ну, есть сомнения, что вы не сойдетесь уже? Я думаю, знаешь, это такие случаи, к сожалению, когда шанс-то я дам, но ничего не поменяется. Я хоть и оптимист, но мне кажется, это все очень кратковременно. И мне кажется, что она все равно до конца не осознала. Она видит, что у меня сильные чувства. Она понимает прекрасно, что она там все делает сейчас, да, и как бы я могу растаять, могу пойти навстречу. Но это снова, да, какой-нибудь очередной фигни. Ну, ты боишься, что потом будет тебе тяжелее намного, или как? Или просто, в принципе, ты ничего не теряешь же? Или ты со своими эмоциями, и ты не сможешь с этим дальше жить, ты не простил до конца? Я просто не могу, знаешь, на пол Федора. Если еду, я еду и снова потом типа разочаровываться и так далее. У меня первый раз такой, братан. И я вот меня типа чувствую, есть реальный, хочется, понял, прям максимально пойти навстречу. Но с другой стороны, хочется, чтобы было создание, вроде это чувствуется. Вроде я вижу, что да, она реально вообще по-другому на меня смотрит, она по-другому. Ну, я по-другому ее чувствую, но в тот же момент я жестко аккуратничаю. А я хочу вообще своему человеку доверять полностью. Вот это тяжело. Пять-три, польза девушек, да? Ну, ничего, нормально бывает. Пять-три, польза нашу, да? Ты чуть не убила. Мне настолько стрёмно, я вот пойду лучше, знаете, мне настолько стрёмно, что просто биться за такое, просто прикольно было бы просто сделать для девчонок даже что-то. Нам несложно будет завтра делать. А что, больше не играем? Да нам тоже несложно просто. Да мы сидим просто, сидим просто крыкалом. Вы всегда играете или нет? Чтобы на столько агрессии играть. Лишь бы только не проиграть. Я тут не буду сейчас вообще просто пух и прах, просто буду вот так, лишь бы не проиграть. Да что, мы же соревнуемся, и что нам поддаваться вообще бред, все гоните, что ли? Сделаем, что ты это играешь? Прикалываемся, просто играем. Это соревнование называется. По части шарика с пинг-понгом. У нас с девочками был спор. И тут вот такой куш можно вырвать, чтобы девчонки за тобой там ухаживали, там готовили тебе, что-то делали для тебя. Мы поспорили, стало интересно. Она сама сказала правила, а потом и человек менять. Я просто вот взял один шарик и кинул, забил, чтобы она просто успокоилась. Она не успокоилась, у нее еще больше эмоций возникло. Она начала там оскорблять, ругаться, не понимая зачем. Хочет показать, что он пацан крутой. Я тут решаю. Господи, да бывают настоящие мужчины, которые и милые, и ласковые. Им, ну, не нужно ничего доказывать. Они просто настоящие мужчины. Но здесь прям идет явное доказательство, вот этот его бросок со всей силы. Ты дебил, мне хочется сказать просто. Что в твоей голове? Ты ухаживаешь за девушкой, ты проявляешь к ней там якобы симпатию. И просто такое отношение. Вот просто разговаривать даже не хочется. Одеться и свалиться с этого дома. Настолько стрёмно. Вот это, знаешь, нету между мальчиками и девочками какой-то химии, да? Да блин, иногда даже прикольно проиграть даже самой, чтобы что-то сделать для них. Они бы могли немножко сейчас по-другому, чтобы для нас что-то сделать. Ну вот это, знаешь, включить якобы пацанское. Сейчас я тут разнесу вас. Да блин, нет. Это вообще не моя история, не мой человек однозначно. Ничего абсолютно не нужно. Абсолютно. Просто выиграли. Ужас. Мы выиграли, что-то для нас очень интересное. Сготовят. Нет, мы с Василиной сейчас вывезли всю игру. И у нас счет был 11-8, по-моему, короче. То есть для вас, там еще для кого-то и готовят вообще. На этом дерьме просто участвовать. То есть ты настолько агрессивна. Не твой, не твой вообще тип. Вообще не мое. Я с тобой контактировать больше не хочу. Никак. Я с тобой контактировать вообще не хочу. Ты за чего ты хочешь, ты объясни? Я с тобой контактировать вообще не хочу больше. Вообще больше не хочу контактировать. Ну зачем всех объясни людям? Потому что тебе голос забили? Ну я объяснила, кому надо объяснила. Мы стояли просто играли. Мы все на приколе тянем, все играем. Я, ну, сильно ударил. Ой, на приколе, вообще. Ну специально сильно ударил, забил. Все, истерика, я не буду играть. Вы не можете нам подать, глаза вот такие. Не, ну смотри, вот по сути, реально, вы предлагаете правила. Конечно. Ребят, в этом дело, Андрей, я вижу, как он агрессирует. Вот это, знаешь, чересчур пацанское, боясь проиграть девчонкам, просто начинает агрессировать. Уже вот это, сейчас со всей силой я и... А еще прикольно, если в глаз попаду. Вот это прикольно. Здесь ничего такого. Нет, смотри, ты вроде бы не специально так попал, по-равильно, это было случайно, резко. Нет, нет, ты сидишь, ты думаешь, я же идешь специально. Я, случайно, специально. Что здесь такого, я что, гол не могу забить? Ну специально мы сидим, играем, да? Это было очень прям жестко, прям вот так вот. У нас тут было поезд, да? Либо девушки для нас весь день что-то делают, либо мы... Это говорит человек, который якобы ко мне проявляется, который якобы ухаживает за мной. Да мне бы на твоем месте было бы приколее. Блин, подожди, твои дешевки, потому что правило, это пока порадовалось, я не знаю. Ну вот это пацанско, доказать, что я пацан. Ну и что здесь доказать? Ну и что здесь доказать? Все, как ты говоришь, баста. Баста. Я вот говорил то, что я люблю шумящих, там, эмоциональных. Мы давно ждали человека, который сможет утихомирить нашу тигрицу. Я здесь. А-а-а. Ух, я чувствую. Мужиком отсюда пахнет с этой стороны. Чем тебя зацепила наша Элина? И что ты пришел ждать ее здесь? Мне сказали, она шумящая, наглая, дерзкая. А тебе такая нужна? Такие мне нравятся девушки. Обычно же должна быть тихая, спокойная, покладистая, женственная. Я сам не спокойный, не тихий. Так, и тебе нужна такая, да, боевая девчонка? Чтобы с ней было интересно. Но такие скандалистки, это вообще не по мне. А завтра не изменится решение Элина? День, когда у задушки... День, смотри, ты что-то сделал, да? Она не так поняла, там, или обиделась, или еще что-то. Да к чему это? Ну побеги, успокой ее, скажи, да малышка, ты не так поняла. Я захожу сюда, мне с порога на меня какие-то претензии Нет, ты там не сделал это? Кого? Она психанула, все, вот так подбежала куда-то, ушла. Ты приехала, у тебя один негатив. Ты не заметила? Да, я негативный человек. Нет, ты не заметила? Я заметила, что я приехала, у меня начался здесь негатив, реально. Вот я это заметила. Я жила... Я была в отпуске, у меня никакого негатива не было. У меня все было хорошо, я не ругалась ни с кем все было замечать. Тебе что по locale? Да, потому что люди меня такие, как ты, отлажают, что непонятно? Что непонятно? Ты хоть кстати одна очка? Я считаю, что люди, такие как ты, меня отлажают, а отсюда исходит этот негатив! Почему за это время, пока я здесь был неделю, я ни с одним человеком не проходил? Да потому, что ты сидел где-то в комнате и ни с кем не не общался, вот и все. Ну ты связался со всеми или сérком? У тебя ни с кем негатива и не было. Ты ни с кем здесь не общался. Я со всеми очень хорошо общался. Я реально общался. Я просто не конфликтный человек. Я ругаться не хочу. А когда он так со мной общается, ну так нельзя. Ты со мной только не будешь общаться этим. Ради бога. И слава богу. Ну и хорошо. В чем проблема? Вот и слава богу. У меня проблем нет. Все замечательно. Абсолютно все хорошо. Очень рада. Если Дима думает, что вот так вот со мной разговаривать, он что-то этим добьется и покажет, какой он мужик, то наоборот. Со мной так не работает. Я уважаю других мужчин, которые могут себя вести иначе. И где я действительно тогда смогу быть кошечкой. Так общается со мной, получит такое же отношение к себе. Даже если у меня что-то с ней не получится, я ее буду учить как-нибудь разговаривать с мужчинами. Я не дам ей просто открывать свой рот и материться, оскорблять там кого-то. Мне это неприятно. О, боже. Она будет и такую фотосессию делать, которую хочет, и будет такая, которую ты хочешь. Я стыдно. Тигран. Тигран, я тебя предупреждала. Что ты так будешь фоткаться? Ты предупреждала меня? И так, и я тебе показывала и с колготками. Если ты хочешь голой ходить, то не надо было замуж уходить, а рожать детей. Не надо было. Ты мне список не составлял, то, что после свадьбы я не могу топики носить, например. Не было такого. Я пришел, а ты голая сидишь. А я хрен пойму, что ты там делала голая. Проблема, что ты видишь в этом пошлость, а я захотела исполнить голову на себя. Это твоя проблема. Живи с ней. Это предательство, потому что это нечестно. Я не приехала с Телью ругаться. Я хотела романтику, хотела отношения. Что-нибудь. Мне кажется, это не настоящий человек. Я ей не доверяю. Вообще никак. Она эмоциональная, очень негативная и злая. Я к ней не могу найти подход. Почему все во мне видят только плохое? Почему не стоят какие-то хорошие моменты? Все. Я реально боюсь принять неправильное решение в пользу эмоций и чувств к ней. Очередной раз, понимаешь, и снова на те же грампы поступить. Я уже реально думаю, что может быть вопрос составить, не предпринимать никакие попытки. И здесь просто пусть я делаю себя нормально. Меня зовут Тамара. И пришла я к уже занятому участнику. Это кто? Это Игорь. Что именно ты во мне заметила? Что это привлекло? Ты пока что на первый взгляд можешь показаться довольно-таки надежным, человеком, который, в принципе, хочет серьезные отношения. Но если он вдруг изъявил ей симпатию, то как бы скрывать не буду, собираю вещи и ухожу. Клава уже, получается, технически в твоем понимании за бортом. Она еще не за бортом, но как только приедет Игорь, мы это исправим. Но то, что она сейчас будет лезть в отношения, ну, опять-таки говорю, год кармы, все вернется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова